Новые школы и новые школьники. 50 тысяч первоклашек вступили на путь обретения знаний. Многие из них переступили порог новых образовательных учреждений. Белые журавли Расула Гамзатова вновь летят на Дагестан. Поэтический фестиваль, зовущий к созиданию, собрал именитых поэтов на родине автора Великой Песни. Сквер памяти погибших за веру. Муфти Дагестана и мэр Махачкалы обсудили значимую социальную инициативу. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. И начинаем выпуск с главной спортивной новости недели. Знаменитый дагестанский спортсмен, мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC в Абу-Даби не изменил себе, одержав очередную победу на этот раз в поединке с американцем Дастином Парье. Эта победа стала 28-й в карьере одного из самых популярных бойцов за всю историю UFC. 50 тысяч дагестанских первоклашек сели за школьные парты впервые. В начале недели для них прозвучал первый звонок. А в Каспийской 13-й школе звонок был первым не только для новоиспеченных школьников, но и для самого учебного заведения. Участие в торжественной церемонии открытия новой школы на 800 ученических мест приняла глава Дагестана. Все подробности в нашем сюжете. С самого утра в Каспийский праздник. День знаний здесь совпал с открытием новой школы. Она станет для сотен ребят вторым домом. Поздравить учеников приехал и глава Дагестана Владимир Васильев. Построена школа буквально с нуля. Ее возведение было начато в прошлом году в рамках госпрограммы. На данный момент учебное заведение оборудовано всей необходимой техникой. В общей сложности здание состоит из семи блоков. Туда входят учебные корпуса, актовый зал, пищеблок, столовая и спортзал. Удобно? Очень удобно. Есть недостатки? Недостаток пока нет. Надеюсь, может не уйти. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Спасибо большое. Положительно оценил Владимир Васильев и обеспеченность школы учебниками. А что какие проблемы? Проблемы мы... Что не хватает? Что бы хотелось? Все решается. Мы получили для первого класса все учебники необходимые. Остальные классы, перешедшие с соседних школ, их школы также обогатились от детей учебниками. И также еще мы ожидаем и художественную литературу. Сегодня за школьные парты в Каспийске сядут более 16 тысяч детей. В эту принято более 800, в том числе около 300 первоклассников. С некоторыми из них лично побеседовал и сам глава региона. Сидите, красивый. Сидишь? 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 Генерал? Сидишь? Сидишь на колене к генералу. Хороший пример. Это он, который хочет быть генералом. Генерал. Так получилось, что он на колене к генералу. Патематка Анапова, Мурат Бекбарзе, в новости ННТ, Каспийск. На неделе в России отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране проходили траурные мероприятия в память о жертвах терактов. Махачкала не стала исключением. Принял участие в акции, посвященной памятной дате и глава Дагестана Владимир Васильев. На аллее возле здания МВД Республики прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим сотрудникам правоохранительных органов. Экспорт дагестанской продукции в 2018 году вырос на 15%. Теперь он равен 64 миллионам долларов. Эти данные были озвучены в рамках прошедшей накануне стратегической сессии по вопросам реализации нацпроектов Республики. Основу экспорта составляют продовольственные товары, вывоз которых увеличился в два раза. Кроме этого, почти в два раза вырос экспорт стекла и штукатурных материалов. Эти товары поставлялись в Болгарию, Грузию, Украину и другие страны. Всего же внешний торговый оборот Дагестана составил более 172 миллионов долларов. Основными странами-партнерами Республики являются Азербайджан, Китай, Белоруссия, Турция и Иран. В Республике разработана программа по оказанию содействия добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год. Планируется организовать переселение 375 соотечественников. Предпочтение отдается желающим заниматься педагогической или научно-исследовательской деятельностью в области социально-гуманитарных и естественных наук. Кроме того, в приоритете при отборе желающих специалисты для работы на селе, учреждениях здравоохранения, дошкольных образовательных организациях и сфере аграрной промышленности. Переумышленные шумы. Во-первых, эти люди получают компенсации до 64 тысяч рублей за приезд. И на членов семьи тоже не получают. Получают компенсацию за медицинское осветительство, за транспортные услуги. Но самая главная мечта любого иностранного гражданина – получить гражданство России. Вот как раз эта программа дает перейти, пройти нескольких рубежей и ступенок и в течение трех месяцев получить заветную, долгожданный документ, паспорт гражданина Российской Федерации. Самый главный прерогатив в том, что человеку не надо долго ждать, проходить эту процедуру временного проживания, вид на жительство. В течение подачи заявления, став участником этого программы переселения, человек может получить гражданство в течение трех месяцев. Накануне муфтий Дагестана шейх Ахмат Афанди и мэр Махачкалы Салман Дадаев обсудили ключевые вопросы сотрудничества по завершению благоустройства парка на улице Хуршилова. По словам грандоначальника, проект находится на стадии разработки. Сроки его завершения и сумма финансирования пока не обозначены. Муфтий поддержал инициативу приведения в порядок данной территории и выразил готовность всячески содействовать в реализации проекта. Встреча прошла в администрации Махачкалы, куда духовный лидер мусульман республики прибыл по приглашению главы города. Мы договорились сосредоточить взаимные усилия с муфтиатой администрации для того, чтобы завершить и подарить горожанам красивый парк для культурного отдыха. В Махачкале стартовал 33-й международный литературный фестиваль Дни Белых Журавлей. Поэтический праздник был основан больше 30 лет назад нашим прославленным земляком, народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Именно поэтому и торжественный митинг, посвященный этому событию, состоялся перед памятником народному поэту на главном проспекте столицы, также названном его именем. На фестиваль приехали гости со всех уголков страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В течение четырех дней известных писателей, деятелей искусства и всех ценителей творчества Гамзатова ждет обширная культурная программа. «Расул Гамзатов – это такая величина, может быть, даже еще до сих пор не оцененная толком в мире. Это поэт мирового уровня. У нас в Беларуси его очень ценят. Его имя для каждого любителя литературы, любителя поэзии значит столько же, сколько имя русских великих классиков, два русских великих классиков. Поэтому меня несколько раз приглашали, не получалось, а в этот раз я приехал и счастлив, что нахожусь на земле Дагестана». Помимо традиционных мероприятий, этот год примечательен еще и тем, что в рамках фестиваля в Театре поэзии также прошло заседание расширенного секретариата Союза писателей России, посвященное вопросам художественного перевода с языков народов многонациональной страны. Кроме того, в преддверии фестиваля был дан старт традиционному автопробегу «Белые журавли». В Дагестане он проводится уже одиннадцатый год подряд. «В первую очередь мы сейчас по проспекту едем в дом, где музей Расул Гамзатова, где 45 лет он руководил, Союз писателей Расул Гамзатова. Оттуда стартуем, где похорон Расул Гамзатова, делал Зеарат, и дальше едем в Хаса-Юртевский район, Кизельюртевский район, и останавливаемся в Хасбековском районе, потому что во всех местах, где памятник «Белые журавли», там люди ждут, дети, учащиеся, так далее, и так далее». Фестивальные мероприятия охватят практически всю республику. После поэтических вечеров и торжественных митингов в Махачкале делегации участников по традиции отправятся в Гуниб, Дербент и, конечно же, в Фунзгасский район, на родину великого поэта. А нам удалось побеседовать с одним из гостей праздника. И сегодня у нас в гостях Ибрагим Истамбули, сирийский поэт, переводчик, писатель. Салам алейкум, Ибрагим. Ва алейкум, ассалам. Добро пожаловать в Дагестан. Спасибо. Вы приехали не с пустыми руками. Перед нами лежит сборник стихотворений Расула Гамзатова, переведенный вами на арабский язык. Расскажите немного об этом. В общем, я перевожу Расула Гамзатова почти в течение 15 лет. Конечно, надо было делать больше, но, к сожалению, многие факторы иногда не помогают. Это третья книга моих переводов Расула Гамзатова под названием «Поэт-человек». Расул Гамзатов – поэт-человек. И сейчас я готовлю четвертую книгу. Она немножко будет побольше, обширнее. Она включает в себя там и прозу, там и стихотворение, там и поэму, и интервью с Расулом Гамзатовым. И эту книгу, или, можно сказать, материал я уже отправил в Дубай, в Абу-Заби, в Ташни, в Эмират, в Арабский объединенный Эмират. Там, потому что в следующем году, в мае, мне кажется, будет такая крупная книжная выставка там, в Абу-Заби. И на этой выставке Россия будет почетный гост. И к этому случаю мне очень бы хотелось, чтобы эта книга вышла. Ну, вы очень точно уловили суть творчества Расула Гамзатова, поэт-человек, потому что он вообще литературу охарактеризовал как человековедение, человеколюбие. Во многих интервью он об этом говорил. Ну, не могу не спросить о вашей родине, о Сирии, потому что трагическая судьба Сирии, не будет преувеличением сказать, она болью отзывается, конечно, в сердцах дагестанцев. Последние годы идет война. Взгляд изнутри ваш, каковы причины, каково положение вещей сейчас, что делать, чтобы избежать такого плачевного сценария, где бы то ни было еще на планете? Сейчас, в общем, у нас лучшее положение, лучше стало, и дай Бог, чтобы оно стало еще лучше, еще стабильнее, чтобы все закончилось благополучно, в смысле для народа, потому что в основном это сирийский народ страдает. Это, в конце концов, результат различных пересекаемых интересов и столкновений интересов на сирийской земле и международных сил, и региональных государств и стран. И, конечно, к сожалению, как в любом конфликте, всегда там есть и внутренние факторы, и внутренние причины, и экономические в первую очередь, и культурные, конечно, это очень важно. Надо всегда делать, мне так, на мой взгляд, любое государство в любой стране, надо, чтобы власти никогда не игнорировали именно экономический фактор, именно экономическое положение людей. Надо, чтобы всегда люди жили хорошо, благополучно, чтобы не уходили из школ, чтобы им не разрешали, скажем, не идти в школу, не получать образование. К сожалению, в течение почти 20 лет или около того, во многих районах, в основном, где сейчас шли военные действия у нас в Сирии, именно люди не образованы, в основном не образованы. Их очень было легко завлечь во всякую экстремическую активность. То есть культура и образование все-таки на первом плане? Я встречался со многими людьми из горячих точек, из городов, ну, как убежденцев из их городов. Они рассказали мне, что в основном они давно, вообще уже из пятого класса, они уже уходят из школы, они вообще не получали образование и ничем не занимались. То есть государство не уделяло этому внимания? Не совсем. И властям, к сожалению, было все равно, учился человек или не учился. В общем, манипуляция этими людьми стала легче для любого, для любой силы играющей, для любого игрока. Вы говорили о целом потерянном поколении, которое, по сути, стало движущей силой этой войны. Это не создается из вакуума. Есть много ошибок, есть немало ошибок. И в экономической политике, и в социальной политике, и иногда и в ущемлении прав экономических общественных. Но вы все-таки, как человек, живущий там и переживший войну, вы считаете, что ключевым является внешний фактор в этом? Ну, внешний фактор очень важен. Но внешний фактор, если бы не нашел трещину, чтобы пройти, не мог бы пользоваться таким легким расположением и манипулированием этими людьми. А как вы оцениваете роль России в сирийском урегулировании в последние годы? Об этом я хочу особо говорить. Дело в том, что я, поскольку я учился в Советском Союзе в Москве в течение почти 12 лет, я любил Советскую страну, Советский Союз, Советскую действительность. И я вообще увлечен и люблю русскую культуру, русскую литературу. Я вообще очень даже, можно сказать, болен русской литературой. И люблю всех великих русских, в основном, писателей, поэтов Пушкина, Лермонтова, Есенина, Ахматова, Цветаева. Всех я люблю, конечно, и Достоевского, и остальных. И для меня всегда было важно именно здоровое состояние государства или российского государства. Потому что именно благополучие России всегда играло важную роль в создании балансированного равновесия в мире. Ну, противовес, ну, таким амбициозным, очень так... Сверхдержавам. Сверхистремлением, да, особенно западных, особенно западных сверхдержав. Очень много трагедий вокруг вас, драматических историй в Сирии за эти годы. О чем пишут сирийские писатели? Что их волнует? Наверняка это находит отражение и в их творчестве тоже. Обязательно, безусловно. Но я скажу серьезно и честно. В течение 9 лет, почти 8 лет, ну, 9-8 лет действительной войны не прекращались культурные мероприятия. Где было это возможно? В некоторых, в основных городах, где не было так активных военных действий, скажем, в Тартусе, Латаке. Вы в Тартусе живете? Да, я живу в Тартусе, сейчас расскажу. В Дамаске, в Суэйда. Конечно, то, что происходило в течение 7 лет, очень больно отражалось и отражается и на общество, и на обычного человека, и на, конечно, писателя и поэта. И многие, в основном, даже, которые ушли, эмигрировали, убежали, скажем, писатели, они не стали в стороне от этого очень болезненного, от этой болезненной войны. Они пишут о страданиях, обиженствах, о разрушенных городах, о разрушенной культуре великой. У нас, вы знаете, очень известные исторические памятники, к сожалению, они были разрушены во многих городах, и в Палмере, и в Алеппо, и в других городах Сирии. Конечно, это отражается и в рассказах наших писателей, и тоже в романах. Даже у меня друг, он военный, я расскажу особо о нем, он военный лодчик, он пережил плакаду в одном аэропорту, в военном аэродроме, вернее, в Алеппо, мне кажется, или полтора года, или около того. И он выезжал, он там и писал один роман, первый роман, его роман, он на всем, что угодно писал, и на папиросных бумажках, и на, не знаю, еще на софетках, и издал этот роман. И очень хороший роман, и очень такой душевный, и говорит о любви между сирийцами, и несмотря ни на какое, ну, в общем, происхождение, или религиозное, или другое. То есть, несмотря на войну, человечность не смогли убить? Точно. И там никакой, скажем, неприятной или вражды, в смысле, в узком смысле... Религиозное, национальное, нет. Нет, нет, абсолютно. Из Алеппо они приехали в Тартус, между прочим, они жили там во всех городах и в Ассольках. Они работали там, у коренных, скажем, жителей, помогали, скажем, и в сборе, скажем, оливковых урожая, или там в плантациях и тому подобное. То есть, они жили, как любой человек из Тартуса. На бытовом уровне, то есть, разницы никакой нету. Суниты, шииты, оловиты, христиане. Это только может быть в средствах массовой информации. На самом деле, они живут очень дружно. И, конечно, у темных людей, у необразованных, или немножко, ну, скажем, глупеньких, они так думают, но на самом деле нет. Они наоборот, они приезжали, они... Я сейчас скажу один момент. Я работал в медицинском центре, в самом городе Тартусе. К нам очень много приходило печенцев из Алеппо и из других городов. Даже и ощущение не создалось у этих людей, что есть какое-то неприятное ощущение или позиция против них. Абсолютно. Они помогали и рожать в отделении, ну, в смысле, в отделении. И лекарства давали бесплатно. И помощь всякую. Кто как мог. Хотя и для самых жителей Тартуса жизнь не сладкая. И очень они бедно живут. И многие очень бедно живут. Ну, 8 лет войны это очень серьезно. И они до сих пор бедно живут. Но все равно это не отражалось на любви сирийцев, по отношению друг к другу. Ну, в завершение хочу вернуться к книге. Наверное, нашим телезрителям будет интересно, если вы какой-то особенно полюбившийся перевод прочитаете на арабском языке. Расул Гамзатова. Да. Я должен был с самого начала сказать, что огромное спасибо и министру культуры Дагестана, и председателю Союза писателей Дагестана, и Марине Анатольевне Ахмедовой. Это такой труженик культуры, литературы. Этот человек просто настоящий герой. Я, честно говоря, давно ее знаю, слежу, как она за ее деятельностью. И благодаря ее усилиям я мог приехать в этот замечательный край, в этот замечательный город, в Махачкалу, в поездочный город России. Еще впереди поездка в горы у вас. Да, конечно. Я скажу, я приехал именно для участия в празднике Белых Журавлей, посвященном великому поэту Расулу Гамзатову. Этот человек очень любил свою страну, свою родину, свой народ. Он преподнес всему миру, всем людям во всех странах мира. И, конечно, благодаря переводчикам мы и знали про Дагестан, и про горы в Дагестане, и про обычаи в Дагестане. И я любил и давно уже люблю, благодаря Расулу Гамзатову, этот народ. И на самом деле все, что он писал, я нашел, ощущал при встречах с людьми в течение этих двух дней, пока я находился здесь. Я желаю всем прекрасно жить, хорошо работать, цените, любите этого великого человека. Национальное достояние огромное. Сейчас прочту. Есть у Расула Гамзатова одно стихотворение, между прочим, не все знают его. Оно называется «Письмо из Байрута Женкизу Айтматову». Большое хорошее стихотворение. Я знаю, поскольку я хорошо знаю его творчество, но люди в основном не знают. Я удивился, что некоторые даже писатели, российские из других городов, они не знали стихотворение. И это стихотворение очень большое, но очень душевное, и отражает, как Расул Гамзатов всегда думал о людях, о хороших отношениях между людьми и международными. Перекликается с трагедией в Сирии, потому что там как раз речь идет о том, что в Ливане началась война. И поэтому именно специально я это стихотворение перевел, и поэтому сейчас прочту. И, кстати, эта книжка вышла в 2013 году, именно послушая 90-летие рождения Расула Гамзатова и 10-летие смерти великого поэта. Продолжение следует... Ресالة من Бيروت إلى جنكيز Айт Матта Атазкору يا جنكيز Йоум кун وياك Диуфа в Бирوت Киев раха Янтеки бодоу Азраку миналбахр Миналстамат Киев раха Ти шварију Фи лбайд Тогрина Лقد манхатна Мауа хаадия Факиян райа Фи ляль и при ннахар Каанат Бирوت туعتبر Бариеса щарку Кад теакетт Минзалек бауми айни Канат Смат Аялам мхталива Тетлаклак фи Мир маарфа Минальджиха Сахија Каанат хунаакалкесир Минессиах и т perce fo Спасибо. Спасибо вам за такой вклад в популяризацию дагестанской поэзии на мировом уровне. Спасибо, спасибо за интересную беседу. Успехов вам. У нас в гостях был сирийский поэт и переводчик Ибрагим Истамбуллин. Спасибо. Огромное спасибо вам. Тревожные цифры, статистики ДТП, развитие сети федеральных автомобильных дорог, проблемы и перспективы транспортной отрасли. Эти и другие вопросы обсуждали в ходе Всероссийской конференции, посвященной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в Дагестане до 2024 года планируется ремонт и реконструкция более 500 километров авто-дорог. На эти цели выделено около 11 миллиардов рублей, 6 миллиардов из которых – это средства федерального бюджета. Участники конференции отмечали, что проект в первую очередь призван сформировать в обществе культуру безопасного вождения, а также организовать общественный контроль за повышением качества дорог. «Организация дорожного движения в больших городах, таких как Мавишкала, Тербент, Изляр и так далее – это очень важный аспект жизни населения. И если мы наладим эту работу, если у нас будет нормальная разметка, будут нормальные парковки, если правила дорожного движения не будут нарушаться в такой степени, как сегодня, если люди смогут безопасно переходить дорогу там, где это положено, я думаю, это будет очень большой шаг положительный». Кроме того, основной целевой показатель регионального проекта – снижение смертности в результате ДТП до уровня не превышающего 4-х человек на 100 тысяч населения. Несмотря на появившуюся тенденцию к улучшению в этом вопросе, ситуация на дорогах республики все еще остается сложной. «Состояние безопасности дорожного движения на сегодняшний день в республике оставляет желать лучшего. Ситуация с безопасностью достаточно сложная, поэтому мы применяем все рычаги и механизмы, которые могут дать хоть какой-то результат. Сегодняшняя площадка – это научно-практическая конференция, это огромный, как говорится, хороший опыт, прекрасная возможность не только нам, как надзорному органу, высказать свои претензии и позиции по несоблюдению тех или иных правил дорожного движения, но и возможность выработать некую общую позицию с прокуратурой республики и Северо-Кавказского федерального округа по надзору дальнейшим действием, но и в то же время прийти к какому-то новым подходам к обеспечению безопасности дорожного движения, нестандартным, инновационным». 213 миллионов рублей. Именно такую сумму благотворительный фонд «Инсан» за 6 лет своего существования потратил на помощь нуждающимся. На неделе отмечался Международный день благотворительности. Мои коллеги подготовили сюжет о самой крупной организации республики, оказывающей помощь людям. Слово Хамзе Нурмагомедову. Лишь за этот год сотрудники фонда оказали помощь нуждающимся на сумму более 52 миллионов рублей. «Инсан» успешно реализует ряд крупных программ. «Продукты в каждый дом», «Я опекун», «Собери детей в школу», «Будь здоров», «Ветхое жилье» и многое другое. «Будем стараться все то, что в наших силах делать, и делать семьи, дети, которые остались без попечения родителей, чтобы эти семьи, они с каждым днем становились все счастливее и счастливее». Меценаты, волонтеры и простые люди помогают детям бороться с такими тяжелыми болезнями, как онкология, ДЦП и различные заболевания с нарушениями развития. Без помощи не остаются одинокие старики, сироты, вдовы, многодетные семьи и матери-одиночки. Регулярно фонд оказывает помощь погорельцам и бездомным. «Я очень благодарна. Мы очень об этом мечтали всегда. Когда же будет у нас свое жилье?» «От имени всех мам, детей, бабочек, за оказанную помощь на приобретение жизненно необходимых медикаментов. Огромное спасибо всем за участие, за помощь, за сострадание. Дай, Аллах, здоровья вам, вашим близким». Учредителем организации являются муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди. Его главная задача – сделать так, чтобы в регионе не осталось нуждающихся людей. Духовный лидер сам принимает участие во многих благотворительных акциях. Детям из малоимущих семей, которые в этом году пошли в первый класс, муфти лично подарил портфель со всем необходимым инвентарем для учебы. «Надею, будущие президенты, врачи, инженеры находятся среди вас. Обязательно надо учителей уважать, обязательно. Я думаю, даже больше, чем своих родителей. Не только думаю, я в этом уверен. Мухаммад Асул, его команда добросовестно работает. Он показал дагестанскому народу, что он заслуживает доверия, доверительных отношений. Дальше желаю Мухаммад Асулу этому духу держать свою команду». Филиалы благотворительного фонда работают во всех муниципалитетах республики. Сотрудники ИНСАНа тщательно проверяют людей, которые обращаются за помощью, проводят анкетирование и выезжают по адресам с инспекционной проверкой. Это делается для полной прозрачности работы и установления действительного положения дел у подопечных. Преодоление недуга он превратил в путь победы достижений. Глухое отрождение он доказывает, что для стремящихся к цели нет никаких препятствий. Дагестанский боец-удлимпийц Аскар Аскаров дебютирует в UFC. Свой первый поединок в лучшей лиге единоборств мира Хасавюртовец проведет 22 сентября в Мексике. Курбан Рагимов посетил одну из тренировок мастера и узнал, в чем феномен этого бойца. Спарринги в полный контакт, работа интенсивная. Это крайняя тренировка Аскара Аскарова перед вылетом. За две недели до поединка боец клуба Fighting Eagles отправится в Мексику. За океаном его ждет акклиматизация и сгонка веса. Соперником дагестанца станет универсал Брэндон Морено. Он входит в топ-7 дивизиона Мухачей UFC. А удивлять 26-летний Аскаров умеет и не только своих соперников. История парня, который с рождения имеет проблемы со слухом, рушит стереотипы. Он не любит говорить об этом и привык доказывать, что сильнее всех обстоятельств. Глухой, глухонемой. Он не считает для себя пороком, что это проблема какая-то. Он одаренный, от Всевышнего есть, у него дар. То, что он быстро воспринимает, очень хорошо думает. Он хитрый в борьбе, в бою, очень хитрый. Он мыслит хорошо, вот не слышит. Одно забрал, но другое Аллах у него развил на самом деле. Простой парень из села Камыш-Кутан Ахвахского района. С детства смотрел и мечтал попасть в UFC. В жизни скромной, в клетке Аскаров не знает себе равных. На его счету 10 побед, титул чемпиона АСБ, плюс золото на Сурдолимпиаде по борьбе. Теперь мысли связаны с лучшими бойцами мира. В жизни он был очень такой шустрый, целеустремленный. Старался всегда до конца идти, даже в уличных драках. Он проигрывал, но все равно до конца и плакал, и до конца шел. С самого начала, когда он профессионал пришел, это его цель была подраться в UFC, потом выиграть титул. Сначала он это сделает. О дебюте Аскарова в UFC в Хасавюрте знает каждый. Сейчас он главная звезда и надежда своего клуба. Его пример вдохновляет всю молодежь. Он меня мотивирует. Сейчас у него скоро будет бой. И приходится помогать ему во всех смыслах. Для подрастающего поколения, для всего города нашего есть молодежь, к чему стремиться. На кого равняться? Да, на кого равняться. Тренерский штаб команды уверен в успехе Аскарова. Победы хасавюртовцев в сильнейшем мировом промоушене поднимут ММА на новый уровень. Сейчас для бойцов создают все условия. Им остается только реализовать свой потенциал. Новый спортзал оснащен по последнему слову техники. К примеру, такой вот клеткой не может похвастаться ни один бойцовский клуб Дагестана. Тренировочные спарринги здесь максимально приближены к поединкам ММА. Открыл данный зал, Саид Паша Дарбишевич в первую очередь требует, чтобы здесь воспитали мужчин достойных, порядочных, которые будут представлять свой город, свою республику, свою страну на международной арене. Так что в дальнейшем мы собираемся организовывать сборы. Да, здесь все рядом. Практически столовая, гостиница и зал. Все рядом. К развитию смешанных единоборств в Хасавюрте подошли основательно. В конце сентября здесь пройдет дебютный турнир новой лиги Каганат. Местные бойцы получат возможность сделать первые шаги в профессиональном ММА. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Махачкалинские мастера с баллончиками разноцветных красок за считанные дни преобразили энергетические подстанции в Кизляре. Теперь неприметные до этого объекты радуют глаз прохожих и гостей города. Продолжение темы. Сюжет Луизы Раджабовой. Четыре дня, четыре художника, 300 баллончиков краски. В результате три энергетические подстанции в Кизляре стали без преувеличения настоящими арт-объектами. Работалось нам очень спокойно. Никто нам не мешал. Местные жители, наоборот, поддерживали, хвалили нас. Ребятам, которые работали во дворе, даже их кормили, поили водой, учитывая погоду, которая стоит на улице. То есть все жители шли навстречу, всем было интересно, все говорили, что это очень красиво, и что они рады, что в Кизляре появились такие работы. Это получается своего рода подарок городу Кизляру от нас. Удивительно, граффити на подстанции случайным образом стало продолжением мозаики на фасаде Дворца культуры, созданной при его открытии еще в начале 80-х. Друг на друга теперь смотрят изображения космонавтов, исполнения мастеров разных поколений и разных видов искусства. Привлекли граффити дизайнеров. Это очень толковые, грамотные ребята, очень талантливые ребята, которые с удовольствием согласились, приняли решение такое и приехали сюда. Общаясь с жителями этих районов, они все просто благодарят, говорят спасибо за то, что хоть как-то разнообразили эти подстанции, которые были в таком сером виде, обычном виде. Арсен Абдулаев 10 лет занимается граффити. Подстанция, разукрашенная его руками, теперь станет новой фотозоной для посетителей кинотеатра. Это было немножко продолжительно, но если бы утром встать, обалдеть. Вот так вы видите. А мы, конечно, видели вечером, весь их труд видели. Ой, молодцы! А жителям Черемушки повезло дважды. Именно в этом микрорайоне расположены две обновленные подстанции. Одна из них призвана поднимать настроение всем прохожим. Ведь на её стенах десятки разноцветных улыбающихся смайликов. Художники Джамал и Эльдар напоминают всем об улыбке ещё и соответствующим хэштегом «Улыбайся». При назначении этих подстанций, вы, наверное, знаете, у них, наверное, больше такие деловые у них качества по поводу обеспечения населения электроэнергии. Ну, я считаю, что наша электроэнергия, те, кто подключён к нашим линиям, они довольные люди. Но такую маленькую территорию радости, которую нам ребята подарили, это большой плюс. Я думаю, если в дальнейшем таких будет больше территорий, наш народ просто будет рад. Андрей Калугин давно хотел испытать свои силы и реализовать идею, возникшую у него давно. И теперь во дворе девятиэтажек со стены подстанции на всех смотрит девушка с жемчужной серёжкой, автором которой является нидерландский художник Ян Вермиар. Теперь граффити шедевра красуется и в дагестанском городке. Ну, идея как бы давно была что-то такое изобразить своё. Сейчас организаторы, спасибо им, дали возможность, площадку большую, чтобы реализовать это всё. Ну, хотелось бы, чтобы сохранились жители двора, но я думаю, они будут смотреть за этим всем, потому что все были как бы радостные, постоянно улыбки людей проходящих, постоянно кто-то что говорил, хорошее. Ну, честно говоря, было уютно работать. Именно эта работа, изображение девушки с жемчужной серёжкой, получила главный приз – смартфон. Ребята надеются, что подобные фестивали послужат развитию культуры граффити в Дагестане. Кизляр стал первым городом, где был реализован проект по художественному оформлению энергетических подстанций, но, судя по всему, не последний. Луиза Раджабова, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Кизляр. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова